Здравствуйте! Вы смотрите новости. В студии работает Александр Пасечник. О том, какие события этой недели запомнились русскому зарубежью, расскажу вам прямо сейчас, в этом выпуске. Преподаватели из Донецкого национального университета посетили фонд «Русский мир». Соотечественники в Латвии приняли участие в литературном проекте «Библия. Осень». Пособие для артиста 21 века. Вильгийский художник Ян Фабр представил новую книгу в Москве. А теперь более подробно об этих и других новостях. В фонде «Русский мир» прошла встреча с преподавателями кафедры журналистики из Донецкого национального университета. В Москве педагоги закончили курсы по повышению квалификации в рамках программы «Профессор русского мира». Партнерство фонда «Русский мир» и Донецкого национального университета продолжается уже не первый год. Руководство фонда помогает вузу открывать новые программы по обмену студентами, а также обеспечивает необходимым оборудованием. Сейчас, благодаря образовательной программе «Профессор русского мира», 10 преподавателей университета смогли пройти специальный курс «Журналистика и медиакоммуникация в условиях цифровизации». «Мы готовимся. Нам удалось за годы войны, несмотря, как вы понимаете, на серьезную обстановку, военную обстановку, открыть новые специальности, открыть новое направление. У нас была до войны только журналистика. Сегодня у нас есть также и реклама, и связи с общественностью. И открыли телевидение. Вот три направления у нас сегодня. И есть планы открыть и другие новые направления – медиакоммуникация, издательское дело и литературное редактирование». Курс для преподавателей стартовал еще в марте 2021 года. Сначала участники прошли двухнедельный онлайн-интенсив, а затем на протяжении восьми недель занимались подготовкой медиапроектов. Свои мастер-классы и лекции для них проводили ведущие медиаменеджеры и журналисты. Программа повышения квалификации устроена на базе Московского государственного университета имени Ломоносова. Курсы, организованные при поддержке фонда «Русский мир», ректора МГУ имени Ломоносова Виктора Садовничева и ректора Донецкого национального университета Светланы Беспаловой. Фонд «Русский мир» продолжает развивать сотрудничество с общественными и научно-образовательными организациями Мексики. Накануне состоялась видеоконференция «Мексика и Россия. Выход из пандемии», в которой приняли участие генеральный директор Национального политехнического института в Мехико Артура Рейс Сандовол, а также старший научный сотрудник Национального исследовательского центра имени Гамалеи Дарья Егорова. Ученый напомнил, что вакцина «Спутник Ви» является в настоящий момент самой распространенной в России и используется во многих странах, в частности, в Латинской Америке. Книгу о новой театральной эпохе презентовал в Москве знаменитый биргийский художник и режиссер Ян Фабр. Издание представляет уникальное руководство для всех актеров современного театра и кино. Известно, что работа над этим пособием шла около 10 лет. От акта к актерству. Руководство Яна Фабра для перформера XXI века. Так называется новая книга, которая была создана в соавторстве режиссера и художника Яна Фабра и писателя-преподавателя театра ведения Люка Ван Дендриса. Вместе они разработали уникальное пособие, в котором поделились собственным опытом работы в драматургии. Ян Фабр стал одним из главных художников современности. Его провокационные и неожиданные постановки известны всему миру. Режиссер умело сочетает разные виды искусства. Его перформансы наполнены оперной музыкой, танцами и удивительной импровизацией актеров. Именно его революционные идеи в искусстве легли в основу новой книги. Эта книга очень важна для перформера XXI века. Она призвана взрастить человека, который занимается и скульптурой, и изобразительным искусством, и современным танцем, пластикой. Это уже больше не актер XIX века. Это не танцовщик XIX века. Это перформер XXI века. Презентация книги прошла в рамках 16-го международного фестиваля Школы современного искусства «Территория». Сюда приезжают профессионалы театра танца, а также изобразительного и музыкального искусства из разных стран. Каждый год на основе культурного отбора фестиваль приглашает в Москву молодых актеров, режиссеров, музыкантов, хореографов, художников и арт-менеджеров. Любовь Курьянова, Андрей Челышев. Специально для телекомпании «Русский мир». Познакомиться с литературой о путешествиях и туризме приглашает новый проект Балтийской международной академии «Библия. Осень». На первой встрече свои книги уже успели представить соотечественники из Латвии. 22 и 28 сентября в Балтийской международной академии стартовал интересный литературно-познавательный проект «Библия. Осень». Его идея принадлежит руководителю учебной программы управления туристическим и гостиничным бизнесом профессору Марине Гунаре. Она предложила провести в академии ряд камерных встреч с писателями, произведения которых посвящены путешествиям и туризму. Открыла этот цикл рижанка Наталья Полонская, которую часто печатают в популярном московском издательстве «Эксмо». Среди ее произведений лирические путеводители по Латвии, Франции, Италии, Испании и другим странам. На встречу с читателями писательница принесла свою новую книгу «Три цвета счастья», которую передала в подарок Центральной научной библиотеке Прибалтийской академии. Второй гостьей стала Элина Кузьмина, представившая свою книгу «Страницы рижского времени». Элина с увлечением рассказала об интереснейших местах Риги и пригласила участников встречи написать свои письма «Объяснения в любви к родному городу». Будем вместе радовать наш город, творить нашу общую историю, становиться героями «Страницы рижского времени». В будущем писательница планирует издать книгу таких писем, раскрывающих душу города. Автор книги «Научиться любить Россию» немецкий режиссер и медиа-менеджер Ханс Йохим Фрай получил «Российское гражданство». Своё премьерное издание он посвятил исследованию русского национального характера. Взгляд на историю и современную жизнь России глазами иностранца. Так можно представить книгу «Научиться любить Россию», которая уже успела стать настоящим бестселлером за рубежом. Автор книги немецкий режиссер Ханс Йохим Фрай – известный менеджер в сфере культуры. Работать в России он начал еще в 2009 году. За это время он познакомился со многими известными деятелями искусств, политики и культуры. Личные воспоминания об этих встречах вошли в основу его книги о России. Мне было важно рассказать историю о том, как человек попадает в Россию на примере моем, который это не планировал, попадает в Россию и влюбляется. Моя история вообще выстраивается на очень многих случайных событиях, и вот об этом я хотела рассказать. В центре, конечно же, находится история моей семьи и я сам. А вот вокруг выстраивается очень много других историй, разговоров с другими личностями и выдающимися деятелями. Оценил книгу немецкого режиссера президент России Владимир Путин. Еще весной 2021 года он написал предисловие к изданию, а в сентябре подписал указ о присвоению Хансу Йохиму Фрайу гражданства России. Владимир Путин отметил, что господин Ханс Йохим Фрай делает многое для продвижения гуманитарного сотрудничества между Россией и Германией. А его плодотворная работа нашла отражение на страницах книги в интересных рассказах, памятных встречах и ярких событиях. О самых интересных событиях из жизни русского мира вы узнаете в нашем следующем информационном выпуске. Давайте делать новости вместе с телеканалом «Русский мир». Если в вашей стране, городе проходит интересное мероприятие, связанное с жизнью русского зарубежья, будем рады вашим репортажам с места события. Свои работы вы можете прислать по адресу новости.рм.собака.яндекс.ру. До новых встреч и до свидания.